Я благодарна за то, что мне предоставлена такая честь докладывать в конце конференции. Спасибо, я очень рада видеть вас в зале. И мой доклад посвящен техническим решениям для кориотипирования и анализа аноуплоидии. Генетические методы исследования ВРТ уже много упоминали. Кориотипирование, ФИШ, ПЦР, сравнительная геномная гибридизация и НГС. Я расскажу о двух решениях. Это автоматическое кориотипирование от компании Argus Cario. Это программное обеспечение российского производства, разработанное в Санкт-Петербурге, которое позволяет проводить анализ хромосом в автоматическом режиме. Сама система состоит из микроскопа. Микроскоп может быть от любого производителя. Никон, Олимпус, Цейс, Лейка и даже российского производителя. То есть по желанию компьютер с периферийными устройствами. То есть имеется в виду принтер, монитор. И само программное обеспечение Argus Cario. Чем оно отличается от других аналогичных программ? Во-первых, своим ценовым диапазоном. То есть это наиболее экономичное решение для автоматического кориотипирования. Поскольку произведено все это здесь у нас в России, разработано. И, соответственно, срок поставки очень быстрый. Программа позволяет изначально ввод пластинки идет. То есть видеокамера сделает снимок изображения с микроскопа. И дальше идет его анализ. Программа позволяет дополнить пластинку. То есть хромосома, не поместившаяся на отснятое изображение, может быть перемещена на пластинку. Могут быть удалены пустые участки фона. Заливка участка с загрязнением делается. Для улучшения распознавания бендов применяются фильтры. Яркость, контраст, резкость и негатив. Возможно удаление лишних пятен. Есть ручной режим подчета количества хромосом. Но программа производит анализ хромосом в принципе в автоматическом режиме. То есть она выделяет хромосомы, отделяет их от фона по яркости, автоматически разделяет наложенные хромосомы и контактирующие хромосомы. Но при этом, если программа может ошибаться, есть возможность вручную сделать коррекцию, разделить пересечения, добавить контур, удалить грязь и разделить Т-образные и крестообразные пересечения. Можно увеличить, отдельно рассмотреть какую-то конкретную хромосому, сравнить со стандартной и диаграммой из базы данных, построить... Программа позволяет хранить сие изображения в собственной базе данных и выносить на отдельное поле в отчет патологические хромосомы. Таким образом выглядит режим кориограмма, то есть идет автоматическое построение и проанализированной пластинки, и сравнение со стандартными и диаграммами из базы данных. Программа также позволяет печатать отчет. Отчет может выглядеть различными способами, то есть там может быть изображение пластинки, изображение уже построенной кориограммы и, соответственно, данные пациента. Настройка полей отчета проводится по желанию. Также есть модуль программного обеспечения для фиш-анализа, автоматическое исследование по методу флуоресцентной гибридизации, ин-ситу, для определения точного положения генов на хромосомах. Изображения получаются псевдоцветные, то есть программа сама окрашивает изображение уже цветными красителями, и таким образом происходит визуальный анализ и положение наличия ДНК. Все опять-таки сохраняется в базе данных и может выводиться в виде отчетов. Программное обеспечение имеет встроенный электронный атлас-справочник на следственные хромосомные нарушения человека, которые разработаны на базе цитогенетической лаборатории Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения, диагностический центр, медико-генетический центр. Теперь коротко расскажу про анализы на UpliD, потому что в предыдущих докладах уже упоминали этот метод, этого производителя, этот набор и это оборудование. В том числе наша компания DIM является дистрибьютором этих наборов и оборудованием. Всем известно, что стоимость скрининга на UpliD не дешевое удовольствие, и существующее решение анализа требует накопления образцов в партии, чтобы потом проанализировать сразу 24 образца, к примеру. Образцы при этом чувствительные ко времени и рабочий процесс, имеющихся на рынке решений, рабочий, занимает минимум 12 часов. Это касается НГС. Новые системы от Thermo Fisher Scientific, ANS5 и ANS5 XL позволяют запустить прибор менее чем за 15 минут. Само секвенирование длится около 2,5 часов. Прибор очень прост в применении, не требует подключения к газу, к воде. Это небольшой прибор, который устанавливается в лаборатории на рабочем столе. Здесь полностью картриджи загружаются в прибор, таким образом, чтобы не перепутать, что куда вставить. То есть довольно просто запустить его и быстро. И сам набор IN-Reprosec называется PGS, который позволяет проводить скрининг ANOPL-ID. В данном случае система IN-PGM позволяет проводить анализ ANOPL-ID по 24 хромосомам за 8 часов. То есть, первое, прибор доступен для небольших лабораторий и не требует каких-либо сложных подключений или специальных особых навыков, чтобы запустить его. И анализ проводится всего за 8 часов. Образец ДНК, как правило, берется на пятый день. Это клетки трафектодермы. Количество всего от 6 пикограмм необходимо. Это технология на чипах. Чипы есть для двух, 15 и 24 образцов. То есть в данном случае при использовании чипа, например, для двух образцов нет необходимости накапливать образцы. И анализ на скрининг ANOPL-ID можно проводить непосредственно в день взятия образца и принять решение о переносе эмбриона или не переносе эмбриона в тот же день. Значит, здесь самое интересное на этом слайде это стоимость данных, вернее, это стоимость анализа одного образца. При использовании чипа на два образца анализ получается довольно дорогим. Это 490 долларов за образец. При использовании чипа на 15 образцов примерно 145 долларов. И при использовании чипа на 24 образца 134 доллара за образец. При этом набор включает все необходимое для анализа. Никаких дополнительных реагентов или расходных материалов скупать не надо. Рабочий процесс опять-таки занимает от 8 до 10 часов в зависимости от того, какой выбран чип. Результаты анализа получаются с использованием программного испечения IN-ReprosecPGS. Здесь, например, на верхней диаграмме мы видим образец, анализ которого не получился. Здесь коэффициент MAPD в два раза больше, чем 0,3. А для достоверного анализа необходимо значение меньше 0,3. То есть здесь, скорее всего, произошли ошибки на стадии пробоподготовки. Вторая диаграмма посередине показывает, что это нормальный образец всех хромосом по паре и половые хромосомы XY. Вот здесь это видно. И третий образец, аномальный образец показано, что здесь ANOPL-ID по 11 и 16 хромосомам. Здесь немножко я увеличил. Таким образом выглядит отчет по анализу нескольких образцов, то есть в данном случае их 6. И опять-таки мы видим, сразу отображается пол. И опять видим, что в первом образце произошли какие-то ошибки на стадии пробоподготовки. Второй образец нормальный и 4 образца с ANOPL-ID Вот таким еще образом может выглядеть отчет. По каждому образцу можно выводить результаты на экран. Также алгоритм программного обеспечения не выявляет мозаицизм автоматически, но он позволяет обнаруживать при анализе графиков мозаицизм в том числе. Здесь самая главная информация в том, что набор АНР-ПРОСЕК позволяет проводить быстрый анализ от 8 часов, от двух образцов, то есть в случае, если необходимо сделать перенос тот же день, то использование этого набора позволяет это делать. Простой рабочий процесс и стоимость анализа одного образца при использовании чипа на 24 образца составляет 134 доллара. Ну, собственно, вот то же самое у меня в выводах. Спасибо. Продолжение следует...